Доброе утро, друзья! Хотя, не знаю, как можно назвать его добрым, недобрым. Но вчера весь день утром, в 5.30 утра уже по традиции, обстреляли Ингулецкий район. Многие мне написали, потому что знают, что я живу в Ингулецком районе, на Югоке. Это уже не секрет. Но, слава богу, ну не знаю, можно так вообще говорить или нет, до нас не достала, попала именно, я так поняла, в Ингулец. То есть здесь есть Ингулецкий район, потом там несколько сел, и потом уже Ингулец. Я уже вечером прочла, потому что про женщину я знала, в 81-го года, которая шла на работу, и она сразу, получается, умерла. А про девушку, которая плюс-минус моего возраста, ей было 20 лет, я узнала только уже вечером. Это, конечно, ужасно, потому что я все, может, это мой минус такой, но я все примеряю на себя. То есть я, не знаю, минус это или нет, но я все примеряю на себя. И я представила, что если бы я планировала так рано выходить и с Микки гулять, и потом заниматься. То есть девушка просто занималась спортом утром. Вечером тоже были конкретно слышны звуки. Уже, знаете, за это все время научился их различать. Я посмотрела сегодня, вот чисто мне было интересно, сколько у меня аудитории из России людей. Оказалось, выше 37%, и этот порог сейчас, ну, выше на канале. То есть 37% россияне, и дальше вниз идет уже там украинцы и другие-другие страны. Я не знаю, какой цель люди смотрят. Может, действительно они хотят узнать правду. Потому что я считаю, что я говорю правду. Потому что я здесь живу, я вижу, что здесь происходит. Мне вот просто, ну, интересно, хотя, не знаю, интересно или неинтересно мнение, я уже за эти 5 месяцев столько начиталась, что мне, наверное, уже и не так интересно. Вочер раз мамы тоже шли утром на рынок, разговаривали о том, что я не политик, я не там, ну, не суперэксперт. Но меня просто интересует вопрос, зачем тратить дофига денег на войну, если эти же деньги, эти же средства можно вкладывать в свою страну и развивать ее. Вот этого вот я не понимаю. И второй момент, может быть, мне кто-то разъяснит, может быть, мне не хватает знаний моих каких-то. что изменится в жизни тех людей, даже которых мне сейчас пишут, что Украина должна быть стерта с лица земли, или что во всех надо поубивать, переубивать, или что ты сдох. Ну, то есть реально, мне за эти 5 месяцев я начиталась большего, чем на Ютубе за 5 лет. Даже учитывая тогда был период, когда мне и звонили, и угрожали, и, ну, то, что вот именно сейчас, это, наверное, самое такое большое скопление негатива. Я искренне это не понимаю, потому что я стараюсь разъяснять и искренне ко всем нету кота, да, относиться с пониманием. Ну, потому что я понимаю, что если бы я агрессировала и материлась постоянно, то вряд ли бы вообще кто-то меня услышал. Как-то так. Я вчера записывала такой длительный диалог, у меня даже видео поставались, но я поняла, что в ролик там, где у меня всё хорошо, хорошее настроение, там, где мы наряды выбираем, как-то неэтично было бы вставлять что-то подобное. Ну, а сказать и выразить своё мнение хотя бы так я не могла. Я считаю, что я всё делаю максимально спокойно. Может быть, где-то не права, понятное дело, что. Может быть, кто-то из вас знает больше, но я, как и все вы, имею право на мнение. И дабы не расписывать это в постах, в комментариях, моё средство выражения – это вот камера и телефон. Не помню, вначале сказала нет, что говорила, не зарекайся, не буду снимать по два ролика. Но, походу, так получится уже. Ну, в общем, короче, зареклась. Я будет по два всё-таки, скорее всего, ролика. Приду домой, уже расскажу. Ну, я нашла 28-дневную программу тренировок плюс-минус для начинающих. Вот. И я хочу её попробовать вместе с вами. Девчоночки, хочу поделиться сегодня своим завтраком. Также один из рецептов я уже вам сняла на днях. Ставлю обязательно в какой-то другой уже влог. Сегодня у меня ленивые вареники и малинка. Боже, уже 10 часов, уже, наверное, даже больше. Вот. Очень хочется кушать. После завтрака спешу себе уже приготовить такой спортивный уголок. Решила выбрать эту зону. Мне здесь будет комфортнее. Здесь есть телевизор, на котором можно включить и нормально смотреть и повторять за девушкой, которая ведёт, скажем так, эту программу, этот марафон. Хочу немножко показать, что у меня есть вообще из инвентаря. Но по факту здесь, наверное, инвентарь вообще не понадобится. Ну, кроме коврика желательно. И кроссовок. У меня ещё осталась одна выжившая, самая такая жёсткая резинка. Вот. Коврик, понятное дело, что ещё, слава богу, живой. Вот этот вот ролик, о котором я вам говорила. Здесь можно и спину, и я чаще ноги делаю именно этим роликом. Вот. Также его можно использовать в разных упражнениях. Вот эта штука офигенная, ребята. Качает ноги, руки. Я иногда делаю так, да, допустим, когда что-то работаю, либо же там сижу в телефоне, втыкаю. Просто можно либо же об ногу вот так вот, да, тренироваться, либо же между ног поставить и тоже ноги качать. То есть, ну, прикольная, классная штука. Она стоит недорого. Вот. Но она иногда мне выручает и помогает. И последнее, это я забрала у Микки. Микки абсолютно не интересен этот шарик, ни с едой, ни без еды. А им тоже можно и руки чуть-чуть, да, то есть, и ноги классно. Особенно после тренировки, чтобы расслабиться. Вот. Сейчас немножко вам расскажу. Если хотите, приобщайтесь ко мне. Ссылочку оставлю. Вот. Итак, друзья, сейчас немножечко расскажу, что нас с вами ждёт. Нас с вами ждёт счастливое будущее. Я в этом уверена. Как-то тяжело сейчас жить. Я согласна. Тяжело отвлекаться. Тяжело верить уже. Потому что любое то, что сейчас происходит, оно в большей степени истощает и наш организм, и наше тело, и нашу душу. Но я призываю вас всё-таки верить в то, что всё будет хорошо, и параллельно помогать себе. Да. Потому что мы иногда в наших волнениях, в наших страхах и переживаниях забываем о себе любимых. Так вот, с сегодняшнего дня, у нас сегодня воскресенье, ладно, с завтрашнего дня, потому что я сегодня буду записывать тренировку, вам они будут выходить, то есть на следующий день. То есть сегодня я запишу, с понедельника они будут выходить. Мы с вами будем заниматься. Вернее, те, кто хочет, кто-то хочет быть просто наблюдателем, я не против, кто-то будет вместе это делать со мной. И я прошу тех, кто будет это делать со мной, как-то плюсик поставить в комментариях, что-то как-то обозначить. Мне просто будет интересно, сколько людей со мной будут тренироваться, будут становиться лучше, здоровее, выносливее и даже где-то счастливее. Почему бы нет? Я нашла программу у одного из блогеров, нашла, вернее, сайт с этой программы. Она бесплатная на 28 дней. То есть там прямо расписано расписание на каждый день, один день будет отдых. Чем она мне понравилась? Ссылочку, конечно же, я вам оставлю для того, чтобы вы так же смогли перейти и так же могли делать. Потому что формат видео будет немножко иной. Вы увидите и поймёте, почему. Чем понравилось мне? То, что там нет тупо тренировок, которые похожи, скажем так, друг на друга. Там в определённые дни мы будем прорабатывать разные части нашего тела. Для меня это первый опыт. Конечно же, я волнуюсь и переживаю. Мне бы очень хотелось, чтобы у меня всё получилось. Поэтому будем держать за меня кулачки, будем в это верить. Мне бы хотелось, чтобы вы так же это делали со мной. Но опять же говорю, что заставлять я никого не могу. Программа интересная, насыщенная. На, грубо говоря, месяц. Не зря я сделала себе вот такую вот площадку свободную, да, для того, чтобы это снимать. Надеюсь, что вся задумка, которую я себе задумала относительно съёмок, относительно того, как я это буду вам показывать, какие отчёты делать, что это всё воплотится. Я очень в это верю, мне очень этого хочется. Поэтому не будем терять время. Сейчас немножко поработаю и буду записывать тренировки. Возможно, буду ещё записывать какие-то бэкстейджи, если будет что-то интересное, прикольное случаться. Жду ваших комментариев относительно первого вопроса, который я вам задавала в начале видео. И, конечно же, относительно тренировок. Кто будет со мной? Кто готов к более дисциплинированным мерам, скажем так, да? Кто не готов? Ну, в любом случае, мне интересно будет почитать. Вы в последнее время пишите так много комментариев, что мне казалось, что я буду не успевать их читать, но я читаю каждый, и мне безумно приятно, что вы верите в меня, а я верю в вас.